Всем привет, девочки мои! У меня пришли книжечки, которые я заказывала каникулом как раз. И несколько книг до этого приходило. И как-то получилось, что у меня подборка для гостиного чтения собралась. Из разных мест, из разных закупок я ее решила вам показать. Вообще, меня давно просят именно собрать такую тему. Но я обязательно соберу. Но просто вот сейчас это будет небольшой анонс нескольких тем, про которые я хотела бы рассказать. Эту книжечку я очень ждала. И мы ее начали читать. Я очень довольна ей. Мое тело меняется. Все, что хотят знать подростки. Я обещала тему сексуальное воспитание в семье. И вот именно к этой теме. Я думаю, что она в скорое время не выйдет. Я готовлюсь. И я давно действительно хотела подобрать подобную книжечку для ребенка. И я ее и подобрала. Не знаю, насколько на YouTube. Хоть 18 плюс ставь. Потому что здесь откровенные картинки. Откровенный текст. Мне очень понравилось. Мы с ребенком сейчас разговариваем. То есть, ну, действительно, воспринял у нее прям с большим, огромным интересом. Он не ожидал от меня зачатия, незапланированная беременность. Вот не дай бог. Вот для того, чтобы не было всяких незапланированных вещей, заболевания и так далее. Я решила, что формат такой книги был бы удачен для моего ребенка. Поэтому мне она понравилась. Не науки, искусство, история. А, не наука, искусство, история. Я думала, не это какой-то. Автор Джерри Бейли. То есть, все равно придет момент, когда нужно изучать эту тему. Вот мы начали изучать. И лучше, чем книга системная, так не расскажешь. Да, никто. Я сказала, что после того, как он прочитает, я буду отвечать на его вопросы. У нас с ним состоялась беседа, краткая, по этой книге. Такая ознакомительная. Издательство «Клевер». Ссылочку внизу оставлю. Брала на зоне. Так что нам есть чем заняться в каникулы, чем что почитать. Еще какие книжечки я для него приготовила. «Славянские мифы». Очень он у меня давно просил. И знаете, в какой форме просил? Мама, а почему вот про Рим нам в школе рассказывают? И про римских богов, про греческих. А про славянских ничего. Знаете, вот ребенок поставил мне такой вопрос. Я, кстати, искала совсем другое издание, но оно не пересдается. Хотел там иллюстрированные какие-то. Но мне, конечно, здесь не такие иллюстрации. Я ему говорю, ты знаешь, ну здесь нет таких иллюстраций. А он говорит, мама, я большой, мне не нужны иллюстрации. И вот здесь, почему наши славяне, да, как, что называли, какие боги были, кому поклонялись. То есть даже с точки зрения исторических, потому что, ну кого мы знаем? Домового, Кикимуру. Вот Сварог. Как Сварог женщин наказал. Ну, Перуна еще знаем про Перуна. Велес. Кстати, не знаю, Велес, Велес. Битва Перуна Велеса. Вот к тексту не могу сказать, да. То есть кто-то, может быть, хорошо знаешь дашь бог. То есть кто хорошо, может, знает славянскую культуру лучше, чем я, может быть, там скажет, ой, в этой книге там что-то так, что-то не так. Я не могу дать такую оценку. Я сама многие мифы не знаю. Ну, здесь листать смысла нет, потому что это просто вот такой текст. Но он прям очень обрадовался и настроен ее читать. Так что посмотрим, сам попросил. И теперь книги о школьниках. Ну, есть вот подростковый возраст. Сложно подобрать уже на этот возраст. Ларс Лоуэр написан бестселлер в Норвегии. Книга, которую хочется обнять. Это книга про школьницу и про какие-то взаимоотношения. То, что волнует и переживает школьник. Вот я на Костином канале. Здесь тоже нечего делать обзор именно в плане листания. Видите, картинок практически нет. То есть это книга уже для чтения. Но у меня уже взрослый ребенок. Так выглядит настоящий предатель. То есть вот какие книги чучело читать. Понимаете? То есть какие взаимоотношения. Их что-то уже волнует, что-то переживает. Поэтому кто какие книги читает для возраста 12 лет, пишите мне в рекомендациях. И вот книги для Костиного возраста, я хочу его попросить сделать ему самому обзор. То есть вот когда мы вот это прочитаем, мы остальные все книги соберем, потому что про какие-то я рассказывала в смешанных. И мы сделаем совместный обзор. Он со своей стороны, а я со своей. То есть довольна я или нет. Это на более ранний возраст, потому что у меня был вопрос, как приучить школьника читать. Ой, как бы... Нет, был вопрос, как адаптировать школьника. Вот эта книга – один из таких способов приучить к хорошей мысли о школе. То есть если ваш ребенок, например, шестилетка, он не понимает, а зачем школа, для чего она нужна, будет задавать эти вопросы. И вот очень красочное, красивое издание от издательства «Питер». Посмотрите, какая красота. И, кстати говоря, у меня есть сейчас возможность, раз я же про это издательство заговорила, не озвучила я, вот здесь будет написано пром-код. От меня лично я вам его дарю, потому что у меня теперь есть пром-коды благодаря моим сотрудничествам с издательством. Я им пишу, говорю, кто я такая, что я ваши книги, если покупаю, то я выбираю, то я буду делать обзоры. Кто-то отзывается. И вот издательство «Питер». У меня теперь много книг появляется от этого издательства. Оно мне подарило пром-код для вас. Так что я его оставляю в описании, где я все ссылочки на пром-код собираю. И вы воспользуетесь пром-кодом «Таньма Тань». Даст вам 25% скидки, что очень приятно. Потому что в издательстве я очень много нахожу для себя хорошего. но вот про эту книжечку. Про эту книжечку очень хорошо все. И как раз ребенок, вот шестилетка, вот для чего школа? То есть они здесь находят портфель. И в этом портфеле им нужно дописать имя. А для того, чтобы написать имя, им нужно научиться читать и писать. И если они это имя напишут, то фея принесет им... Вот они находят этот портфель. То фея тогда этому человеку разрешит появиться в лесу. То есть она здесь появится. То есть здесь такая тайна. И вокруг этой тайны, значит, все это происходит. Книга построена по временам года и потому, что происходит в лесу. То есть здесь несколько задач. Описывать, что происходит весной, осенью, зимой в лесу. И вот это вот отношения в школе, какие-то взаимоотношения. То есть, конечно, по этими дверьми скрываются человеческие характеры. Поэтому рекомендую к чтению. Очень хороший автор. Вот он, это серия уже из книг. Видите, сказки изумрудного леса, школа изумрудного леса. То есть это продолжение. Поэтому рекомендую читать, чтобы ваш ребенок ознакомился. Так, ну и несколько книг. Заодно уже покажу. Потому что тоже у нас сейчас все это читается. От издательства, опять же, Питер. Потому что у меня ребенок. Во-первых, мы любим технику. Но вот у нас как-то энциклопедии есть. Но не было формата, что самое большое. Потому что меня все время теперь спрашивают. Ну что вот самое большое? Вот это, что самое большое? Мы сбегали в гугл. Но вот теперь у нас вот есть книга. Не книга уж гимнесса покупать ребенка, да? Что самое. Я думаю, что вот на его возраст вот эти вот факты. Высотные здания, тяжеловесы в космосе. Они достаточно морские глубины. То есть, что самое-самое интересное? Самое большое? Что самое удивительное? Иллюстрации вы видите. Просто, не знаю, шикарные. Мне очень нравится. Все иллюстрировано. Все подписано. Продолжительность жизни. Вот кто дольше всех живет. То есть, вот такие вот факты. Собрана численность. Что самое горячее? Осторожно, горячо. высокие температуры. То есть, это все нас очень занимает. Поэтому это... Ну, возраст может быть любой. Это и для Кости, и для Димы интересно, да? То есть, для любого такого возраста интересно. И вот эти вот книги. Так, про вот эту не буду рассказывать. Я несколько раз про нее рассказывала. Просто она у меня была в планах закупок. Вот я ее купила, да? То есть, чтобы у нас были вот эти вот стишочки, с которыми мы играем. Кратко ее покажу. Игра слов сыра-сыра-сыра. От раз... Ну, как бы, да, видите, сочетается, что буквы, слоги меняются местами. Рит-ри-три-три-три-три-три-три. Пил-ку-пилку. Купил-ку-пил. То есть, ну, такая игра слов. Кто играет. Очень не нравится. И у кого вот не идет алфавит, стандартными способами, вот ассоциациями решать алфавитные задачи. Обучение букв. То есть, через ассоциации, через веселые вот такие вот игры. Вот эта книга очень даже хорошая. Хотя мы уже алфавит знаем. То есть, у нас как бы вторая часть больше интересная. И вот про эту книгу, которую... Теперь я задумала тему по этой книге. То есть, вот читайте. Первая тема – сексуальное воспитание. Вторая – значит, книги для школьника у меня будет. Тема, видите, такой анонс тем. Поэтому я все рассказываю. И про музыкальное воспитание. Ну, это, наверное, дольше всех будет тема. Но про эту книжку просто я в таких восторгах. Она замечательная. Мы... Кто вот мой влоговый канал смотрит, Tech Life, тот-то видел у меня кусочек. В общем, я сижу. У меня, значит, начинает музыка играть. То есть, раньше папа там читал нам. А теперь включил музыку. Ребята, я вообще в шоке. Я думала, откуда этот звук? А вы тут музыку слушаете? Ну, уж не лакримозу детям ставите. Это реклама. Ага, понятно. Значит, это вы читаете... Музыку. Музыку. И я такая захожу и говорю, вы что это? И звучит опера, представляете? И, то есть, когда они дошли, то есть, когда они посмотрели, почему голоса разные, почему когда там треугольник, то есть, ну, про музыкальные инструменты, они дошли до разных стилей. И начали их все слушать. И у нас теперь такой интерес к музыке, к музыкальным инструментам, что я даже к обзору книг приготовила металлофон, который мне ребёнок сказал. Я говорю, а какой ты хочешь музыкальный инструмент? В принципе, я любой готовила. Думаю, вы хотите что-то? Он так запросил именно металлофон, и теперь он говорит, что он каждый день репетирует, тренируется. То есть, вот какое-то желание музыки, причём, мне кажется, у него слух достаточно хороший. Посмотрим. Потому что сейчас возраст такой, когда нужно думать о музыкальном воспитании, но сейчас это в рамках садика у нас только происходит. Нужно ли шире будет? У меня свой такой опыт, не очень хороший музыкального воспитания. Я очень хотела, но у меня старший брат так мучился, что меня не отдали в музыкальную школу. Поэтому я бы не хотела, чтобы у моего ребёнка были муки. Я хочу, чтобы это было желание. Почему одни весёлые музыки? То есть, это действительно, как пишутся песни, где зародился рэп, кто главный в опере, то есть, про все стили. Почему оперные певцы так странно поют? Не знаю, почему странно, но вот странно, кто придумал оперу, что такое мюзикл, что такое симфония, понимаете? То есть, вот она настолько классная, что у меня в школе у Кости учебник по музыке в разы хуже, и меньше мне нравится. Я не знаю, что они там на уроках, но вот сейчас ему, Косте, было интересно. Они вместе, значит, вот в этой книге, вдвоём. То есть, это на возрасты школьника, и это лучше, чем музыкальные занятия в школе, да, вы понимаете? То есть, и для школьника, и для Димы очень удачная книжечка. Ну вот, видите, какая у меня подборочка, что мы читаем сейчас в каникулы. Всем пока, ждите. Вот видите, сколько я тем вам сказала, анонс тем. Надеюсь, мой обзорчик вам понравился. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!